Добрый день! Настоящее слайд-шоу поможет вам самостоятельно сделать проект системы трубопровода для встроенного пылесоса. Возьмите план дома с размерами, желательно с расстановкой мебели. Определите масштаб чертежа для вычисления длины трубопровода и количества вакуумных розеток. Выбираем место установки агрегата. Агрегат может быть установлен в любом техническом помещении, предпочтительно на самом нижнем этаже здания. Оно должно находиться ближе к наружной стене. Это необходимо для того, чтобы выхлопная труба была как можно короче. В нашем случае это котельная. Определяем место выхлопа для пылесоса. Отработанный воздух не должен выходить возле центрального входа здания, зоны отдыха или террасы. Идеальное место это задний двор. Также клапан выхлопа должен устанавливаться не ниже 60 см от уровня земли. Выхлопная труба находится справа. Выбираем места установки пневморозеток. Наиболее рационально планировать систему исходя из длины шланга 10,5-9 метров погонных. При этом одна розетка будет обслуживать около 50 метров квадратных площадей. Розетки располагаем возле дверных проемов и углов. Для того, чтобы одной розеткой охватить максимальное количество помещений. И при этом розетка не была в дальнейшем заставлена мебелью или предметами интерьера. Для этого дома достаточно установить по одной розетке на этаж. Выбираем места установки дополнительных аксессуаров. Как правило, такие аксессуары, как вакуумный совок, вакпан или врум, шланг в кассете, устанавливаются в кухонной мебели или шкафу-купе в прихожей. Валифлекс будет актуален в прихожей, на кухне, санузле или гардеробной. На этом чертеже вакуумный совок мы разместили на кухне. Определяем место расположения стояка вертикальной магистрали трубопровода. Стояк располагаем так, чтобы он кратчайшим путем соединял ветки трубопроводов первого и второго этажей. Для домов с большей площадью стояков может быть несколько. Соединяем точки в единую систему трубопровода. Горизонтальная разводка, как правило, делается в стяжке пола или за подвесным потолком. Труба должна соединять каждую точку, розетку, аксессуар, агрегат наиболее рационально, с наименьшим количеством поворотов. Итак, повторим все этапы проектирования системы. Берем план дома с размерами и расстановкой мебели. Выбираем место установки агрегата. Определяем место выхлопа отработанного воздуха. Выбираем места установки пневморозеток. Выбираем места установки дополнительных аксессуаров. Определяем место расположения стояка трубопровода. Соединяем точки в единую систему трубопровода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...